Считается, что субботники возникли весной 1919 года в период гражданской войны и военной интервенции в ответ на призыв Ленина улучшить работу железных дорог. Инициатором первого субботника выступила партийная ячейка Депо железной дороги. В ночь на субботу 12 апреля 1919 года 15 коммунистов, проработав безвозмездно 10 часов, отремонтировали три паровоза. А 10 мая 1919 года состоялся первый массовый коммунистический субботник на Московско-Казанской железной дороге. В нем участвовали уже 205 человек. В наше время традиция проводить субботники сохранилась. Сейчас работники самых различных профильных предприятий совместно с руководством выходят на уборку территории, помогая сохранить чистоту и порядок вокруг себя. Так на заводе по производству соков Мултон в Щелкове прошел весенний субботник. Правда, состоялся он в пятницу, а не в выходной день. Руководство таким образом дает понять сотрудникам, что свободное время должно оставаться свободным и готово отвезти под уборку рабочие часы. Сегодня на территории завода Мултон по традиции проходит майский субботник. Мы решили не оставаться в стороне, приобщиться и помочь коллективу. Собирается обычно где-то от 50 до 100 человек. Все это проходит в достаточно веселой обстановке. Выдаются специальные жилеты. А в конце, после мероприятия, мы приглашаем военную полевую кухню и готовим для всех тушенку и гречку. Очень хорошая, вкусная получается еда. А после хорошо проделанной работы не греха подкрепиться. Специально для этого для работников завода подготовили полевую кухню. По традиции каждый год у нас проводят этот субботник. Да, он объединяет нас во всех этих начинаниях полезных. Мы проводим уборку, организуемся. Здесь же проводим некоторые мероприятия по питанию с полевой кухней, которые нам привозят наши друзья. Это действительно замечательное мероприятие. Мария Буржинская, Александр Рожевский, телерадиокомпания «Щелково». Редактор субботника «Щелково»